Весна берет свое. В течение суток легкий мороз сменяет оттепель. Работы у коммунальщиков прибавилось. В их повестке теперь не только вывоз снега, но и борьба с наледью и подтоплениями. Работы по вывозу снега с дворовой территории мы продолжаем. Несмотря на то, что у нас снегобаза уже переполнена, технику арендованную мы пока оставили. Она пока самосвальная техника и погрузочная работает. Единственное, что этих куч действительно очень много. Они есть в каждом дворе. Для борьбы с подтоплениями в муниципалитете созданы 17 аварийных бригад. По одной в каждом теруправлении. Сотрудники МБУ пробивают покрытый льдом решетки ливневок, убирают колейность. Им в помощь 23 единицы техники и 17 средств малой механизации. Не остаются в стороне от борьбы с подтоплениями и дорожники. Всего у нас на учете 16 мест подтоплений. В настоящее время через портал Добродел поступило у нас 7 жалоб. В частности, здесь у нас представлен правительство ветеранов, о котором сейчас Станислав Юрьевич сказал, что и так выглядело у нас это подтопление. То есть, в принципе, более тротуара, будем так говорить. Ну, предпринятыми мерами удалось в течение суток с этой задачей справиться. Неоднократный переход температуры через ноль существенно отразился на дорожном покрытии. С 25 февраля по 1 марта было оцифровано 108 ям. Большую часть уже отремонтировали. С 1 марта мы усилили эту работу и дополнительно выявили еще 172 ям. Занимаемся активно их ремонтом. Ремонт в основном осуществляется как экстренная мера холодным асфальтом для снятия аварийности и уже нормально осуществляется литым асфальт и бетоном. Особое внимание уделяют обработке дорог противогололедными реагентами. В первую очередь с наледью борются на аварийно-опасных участках, спусках, подъемах, на мостах, эстакадах и в местах торможения, а также на тротуарах и остановках общественного транспорта. Еще один вопрос повестки еженедельного совещания – заболеваемость коронавирусом и ход вакцинации жителей. За неделю диагноз COVID-19 был поставлен 135 пациентам, выздоровели 238. Коечный фонд в стационарах заполнен на две трети. На сегодняшний день первым компонентом привито 12 969 человек, почти 13 тысяч. Остаток на сегодняшний день у нас вакцины первого компонента 2166 вакцин. Оба компонента вакцины «Спутник Ви» получили 6 380 человек. В округе работают 7 пунктов вакцинации, 4 расположены в медицинских учреждениях и еще 3 развернуты в торговых центрах. Для их посещения предварительная запись не требуется.